МЕХОВОЕ ДИТЯ Если вдруг случился конфуз и ваш котенок сходил в туалет, ни в коем случае не нужно его бить, его только нужно поругать немножечко или пошипеть. На языке кошек ему объяснить, что это плохо. Как вариант, можно ограничить свободное пространство животного. Закрыть животное в комнате, поставить туда лоток, даже несколько лотков, либо это пеленки, если это приучаем собаку. Можно поставить туда миску с едой, миску с водой, то есть не бросать животное на произвол судьбы, уделять ему внимание, но чтобы оно не могло передвигаться по всей квартире. Так ему будет легче понять, что от него хотят и куда нужно ходить в туалет. Кошачьи аккуратисты одобряют два отдельных места для больших и маленьких делишек. И оба должны быть уединенными и укромными, может быть даже закрытыми. К такому можно приучить закреплять детали постепенно. Существует очень много наполнителей. Глиняные, минеральные, силикогелевые, комкующиеся, просто впитывающие. Допустим, японские наполнители, они мало того, что они комкуются, они еще единственные, которые можно выбрасывать в унитаз. Они разлагаются там. Все зависит от темперамента вашей кошки. Есть животные, которые привередничают и выбирают только лишь один наполнитель. Другие не чувствуют принципиальной разницы. Для маленьких котят лучше брать древесный наполнитель, потому что котята любопытные, они все пробуют на зуб. Будет нехорошо, если он попробует силикогелевый либо минеральный наполнитель. Некоторые хозяева идут еще дальше и строят башенку из газет от лотка до унитаза, чтобы все как у людей. Лакшери вариант для пушистика – устройство с подключением к электроэнергии и канализации. Умный агрегат с запасом расходников на год обойдется в 45 тысяч рублей. На обучение собаки уходит столько времени, сколько месяцев животному. Легко привыкают к лотку и пеленкам терьеры, чихуашки, пекинесы, шпицы и китайские хохлаты. Для мальчишек даже есть спецстолбики, отхожие места со стравками травы. Выгуливать пса на улице нужно после сна, еды и игр. Чем чаще, тем лучше. Не пойман, не вор. Если казус случился не на ваших глазах, наказывать животное нельзя. Оно начнет бояться и делать грязные дела в потаенных местах. Несанкционированные отправления, где попало, могут оказаться феромоновыми метками, говорить о психологическом дискомфорте животного или даже заболеваниях. Возможно, у собаки стресс, возможно, переехали, либо какие-то были гости, фейерверки, салюты, громкий шум, какие-то сбои в настроении. Тыкает мордой в лужу, как там говорят кошку, что она сразу поняла, что, блин, сделала плохо. Нет, на самом деле это не работает. У животного, если, допустим, у него имеется проблема, оно больно ему писет, да, у него цвистит, оно писает везде, хозяин его тыкает, не зная, что у кошки цвистит. Кошки развивается еще невроз, плюс ко всему она становится агрессивная, неконтактная, то есть одна проблема порождает другую. Если питомец сел в лужу дома, важно быстро ликвидировать ее, только не хлоркой, от нее ароматы въедаются глубже. Следы преступления промокаем ваткой или бумагой и несем в лоток. Сильный запах моющих средств отвращает чуткое животное отличной уборной. Есть специальные составы для отпугивания и, наоборот, приучения животных. Регулярно хвалите своего воспитанника за послушание и дрессируйте с любовью.